Правительственный кризис в Германии обостряется. Оппонент Ангелы Меркель, министр внутренних дел, заявил, что уйдет в отставку. Он недоволен решениями на саммите Евросоюза в отношении мигрантов. Такое положение дел может означать очередные выборы в Германии. Елена Абрамович продолжит. Время для решения миграционной проблемы у немецкого канцлера исчерпано. Об этом сказал в воскресенье вечером ее оппонент Хорст Зеехопер. Раскриптиковал последнее решение Евросоюза по мигрантам. И пообещал в течение трех суток покинет две свои должности. Главы партии и министр внутренних дел. Правда уже через несколько часов передумал и созвал пресс-конференцию. Ночью. Чтобы сообщить, отложил свое решение до разговора с канцлером. Я все объяснил руководству партии. Мы попытаемся еще раз поговорить, чтобы достичь согласия по ключевому вопросу. Это контроль границ и отказ на въезд в интересах нашей страны. От этого зависит дееспособность коалиции и правительства, которые мы хотим сохранить. Надеюсь, нам это удастся. Это акт доброй воли с моей стороны попытаться еще раз. Зеехопер хочет добиться от Меркель запрета въезда для мигрантов, которые уже зарегистрированы в других странах. Канцлер против. Считает это несправедливым по отношению к другим странам ЕС, принимающим беженцев. На саммите на прошлой неделе лидер ЕС нашли компромисс размещать мигрантов в специальных центрах. Причем добровольно. В странах, которые на это согласны. Что нужно сделать сейчас, это понять, где и как мы можем обновить имеющиеся центры и создать новые. Кто готов этим заняться и кто в целом хочет проявить солидарность, включая и размещение мигрантов. Впрочем, с солидарностью пока проблемы. Польша, Венгрия и Чехия заявили, не подписывали никаких новых договоренностей о процедурах ускорения приема мигрантов. Хотя эти страны фигурируют в немецком правительственном документе, разосланном после саммита Евросоюза. Там в общей сложности 14 государств, которые поддержали идею добровольного переселения мигрантов. Однако подписали документ, похоже, из-за того, что принцип принуждения заменили на добровольное согласие. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интерн. Европейское бюро телеканала Интерн.